Наверняка многие из нас хотели бы создать свою собственную видеоигру, так еще и чтобы просто было, так еще и на мобильных устройствах, чтобы не связать с любимой кровати или кресла. Так вот уже давно существует такой сервис как Pocket Code, который собственно и позволяет все то, что я сказал выше. Get Ready, Summer Shadow Ready и сегодня на примере своих любимых в наф пародий я покажу вам, как люди на этой платформе создавали качественные и достаточно неплохие видеоигры. Не буду томить, приступим. Начать я предлагаю с наф пародией под названием The Abandoned Fast Entertainment. Как такового сюжета в этой игре нет и по факту единственной нашей целью это будет классическое доживание до 6 часов утра. Однако не все так просто, как естественно бывает в этих наф пародиях. Действие игры происходит в каком-то заброшенном здании, я так понимаю, в будущем 2038 года. Из представленных здесь опасностей у нас есть только три аниматроника. Фредди, который приходит спереди и против которого нужно перезагружать камеру. Фокси, который приходит тоже спереди и на которого нужно свестить. И Энда, против которого нужно закрывать вентиляцию, по которой он и лезет. Игра цепляет своей красивой атмосферой, неплохими и качественными эффектами. Конечно, не обошлось без некоторых небольших багов, но опять-таки они особо не мешают. Если учитывать тот факт, как все проработано. Следующая ФНАФ пародия не совсем ФНАФ пародия, даже если так можно выразиться. ФНАФ симулятор Pixel Style. Наверняка вы знаете о таких ФНАФ пародиях в ФНАФ симуляторах, в которых вы играете, собственно, за самих аниматроников и вам нужно убить охранника. Собственно, это одна из таких игр. Из доступных аниматроников на данный момент есть Фредди, Бонни и Чика. Фредди двигается медленно, однако у него есть способность, которая его ускоряет. Бонни двигается быстро, собственно, как и Чика. Вот чем меня эта ФНАФ пародия зацепила? Фактом того, что здесь сделана камера. Для тех, кто не знает, тем более в те времена, когда ФНАФ пародия это была сделана, сделать камеру было очень сложно. В плане такой, как мы видим в игре. Выясню, что чтобы сделать такую камеру, нужно было, чтобы не персонаж двигался, а чтобы все вокруг персонажа двигалось. То есть, можно представить, какую работу проделал автор. Да и в принципе, тут очень много прикольных и интересных деталей, которые, можно сказать, не заметишь. Однако вкупе они дают очень интересный результат, если так можно выразиться. В принципе, я бы сказал, что игра чуть сложнее, чем просто средняя. Охранник смотрит вокруг достаточно быстро. И, кстати, не тупо по округу. Он осматривается в разные стороны, которые, я так понимаю, выбраны рандомно. Ну и что могу сказать по итогу? Этот кексик прикольный. Завершает наш хит-парад игра под названием «Три ночи у Винни». Игра, а если можно сказать, стрилогия игр про аниматроника Винни. Кто бы то ни был. Игра сделана также очень плавно и очень неплохо. Честно говоря, у меня сложилось впечатление об этой игре, что автор хотел сделать так, чтобы не было сильно напряжно, но при этом интересно. И при этом игрок смог посмотреть все. Здесь есть три ночи, собственно, что логично, которые можно выбирать. В первой части есть два аниматроника. Это вот этот вот «Человечек» и «Человечек в очках». Также здесь есть музыкальная шкатулка, которую я не проверял, кто находится, так как я ее тупо заводил. Человечек, который не в очках, он ходит через дверь. Чтобы от него защититься, нужно просто ее закрыть. Человечек Б, давайте так назовем «Человечка в очках», ходит через вентиляцию, которую можно закрыть, чтобы тот не пришел. Однако, как я уже выразился, это трилогия. Трилогия, части которой все лучше и лучше с каждой последующей. Собственно, на этом и все. Большое спасибо тебе за просмотр и надеюсь, я тебя немножко замотивировал. До скорых встреч, увидимся в следующем ролике. Пока! До свидания!